Всем привет! Меня зовут Никит Северинов. В этой лекции мы продолжим моделировать физику для материальной точки, а именно для 2D пространства. HTML5 Canvas 2D. Приступим. В предыдущей лекции мы создали объект Point. Он нам нужен для 3D. Теперь мы создадим такой же объект с такими же свойствами, но используя вектор 2D. Создадим объект Point2D. Равняется function. Он у нас ничего не будет принимать в себя. Это пока нам не понадобится. Здесь масс равняется 1, допустим. Здесь или же ничему не равняется. Потом создадим значение. CenterMassLocation равняется newVector2D. Вот такие значения у него будут. This. Линейная скорость. LinearVelocity равняется newVector2D. Аналогичные значения. It is linearAxeleration. NewVector2D. Теперь мы должны прописать sumForces. SumForces равняется newVector2D. Также пропишем функцию thisGetLocation. Location. Function. Вот так, допустим. Return thisCenterMassLocation. Вот так вот. Функцию прописали. GetLocation. Мне не очень нравится, как это выглядит. Удалим это пространство. Вот так вот. Теперь пропишем функцию init. Инициализация. А лучше не init назовем, а add. Так же, как и в point. Function. Теперь мы передаем контекст. Контекст. BeginPath. Контекст. Arc. Да, вы правильно заметили, что у нас будет окружность. Контекст. ClosePath. И контекст. Fill. В окружность будет включен следующий аргумент. ThisCenterMassVocation.x и thisCenterMassVocation.y Радиус 15, допустим, 12 лучше, да? Тому, как больше нравится. 2 умножить на mat.p false. Вот так, допустим. Теперь пропишем самую важную функцию update. Function. С течением времени, time. ThisCenterMassVocation.y Мы делим нашу силу на скалярную величину, на массу. ThisMass. Теперь, thisLinearVillAxeleration.y прибавляем к нашему вектору. ThisCenterMassVocation.y Вот так вот. ThisOrdinearAxeleration.y Multiply равняется time. Потом, thisLinearVillAxeleration.y Смотрите, делаем все то же самое, что мы делали в предыдущей лекции. Мы сейчас, значит, разделили вектор sumForces, потом прибавили к этому вектору, точнее, прибавили к вектору ускорения наш sumForces, и потом вектору ускорения мы умножили на скалярную величину. Теперь делаем все то же самое фактически для нашей скорости. Прибавляем thisLinearAxeleration. Вот так вот. И thisVelocity.multiplyTime.y Вот так вот. Теперь нам остается сметить центр массы. centerMassLocation.add Добавляем, точнее, суммируем в linearVelocity. На этом объект готов. Осталось лишь return to добавить. Вот так. Нам этот return служит для отладки. А завтра мы будем использовать позже. Point2D мы создали. Теперь я копирую наш physics файлик и напишу physics2D. Открываю. Скрипт я удаляю. Вот так вот. И вот так вот. Назовем все это 2D. Так же в паре мы дописываем canvas. ID canvas. With 400. И height. Хотя ширина пусть будет 700. А высота будет 400. Вот так вот. Нам нужны переменные. Canvas.bh.context. Window.unload.function. Сейчас мы инициализируем наш canvas. Canvas равняется документ. TheDocument. Get. Так вот так. Get. Element. By. ID. Canvas. V равняется canvas. With. И h равняется. Canvas. We теперь передали в переменную v и h высоту и ширину нашего canvas. Теперь инициализируем контекст. Canvas. Canvas. Get. Context. 2D. Функция init. Function. Int. Так же в конце функции init. Animate. Функция. Function. Animate. Но лишь не так напишем animate. а через setInterval. Чтобы было некое разнообразие. 1966. Вот так вот. А здесь можно сразу писать контекст. Clear. Left. Вот так вот. 0.0.vh. Очищение кадра. Или frame. Кей. Вот. В функции init мы будем инициализировать наш объект. Создадим его. Var. А. Объект А будет у нас. А равняется new. Point 2D. Тогда А масс равняет, допустим, 20. А точка center mass location пусть будет равняться new вектор 2D. Так. Начальное положение 120, допустим. Хотя 150. Так лучше будет, да? Линер velocity проинициализируем. Сдадим new вектор 2D. 0.0. Это можем скопировать. А точка. Линер acceleration равняется. Скопировал, оказывается, правильно. Вот так вот. И А точка. Some forces равняется так же вектору 2D. Идем в функцию animate. Функцию animate мы должны сначала. Наши физические характеристики обновить. Используем функцию update. Указываем значение на 0,9. И А точка init. Наш контекст. Открываем файлик. Вот. Смотрим, что у нас происходит. Во-первых, у нас ничего не происходит. Это лишь потому, что здесь функция init написана. Про ошибочки. Вот. Наша окружность. Теперь давайте зададим границы. Для этого мы пропишем в style. Я ставил для всех канвасов. Canvas. Barber. 1px. Solid. Silver. Вот так вот. Вот. Вот наш канвас. Я уменьшил. Я приложу к телу некую силу. Вектор у меня направлен по оси x с величиной 10. Как вы видите. Вот что у меня происходит. Что будет, если я пропишу не 0,9, а 0,98? Смотрите. Как мы видим, у нас есть разница. С чем это связано? С тем, что мы в файле physics.js при инициализации update мы умножаем на наши векторы, связанные с ускорением, со скоростью, на time. Теперь пропишем так же 0,9. Вот. Смотрите, я укажу велосице. То есть единичку поставлю. Смотрим. Ничего не изменилось фактически. 10 поставлю. Уже быстрее. И, допустим, начальное ускорение у меня будет 4. То есть как влияет ускорение? Смотрим. Вот наша сила. Мы толкаем шарик. Потом мы эту силу прибавляем к нашему вектору ускорения. И умножаем наш вектор ускорения на time. Смотрим, что у нас происходит. Вот такое вот движение. Интересно. Мы можем в функции for размножить эти объекты. И как будто мы стреляем из некой пушки. И они будут отскакиваться от стен. Это делается очень просто. Мы потом лишь просто меняем расположение нашего вектора. И велосице, и акселерейшн. На противоположное. В данном случае велосице будет только. Акселерейшн будет в 0 упадет. Вот так вот. На этом лекция подошла к концу. В этой лекции мы научились писать для 2D физические характеристики. А именно ускорение, скорость, центр масс, массу. И научились их применять на практике. Как мы заметили, это не очень сложно. Прописали мы библиотеку physics.js, которая позволяет нам инициализировать материальные точки. Как для 3D. Вот они. Как для 2D. В предыдущих лекциях мы написали целую библиотеку. Можно так условно сказать. Работа с векторами. Это прибавление, вычитание, умножение и так далее. С вами был Никита Северинов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.